Добрый день, друзья! Добрый субботний день! Так, сейчас я представлюсь, я добавлю нашего, второго нашего госпитера. Не знаю, какое такое слово, выровняю. Отлично. Елена, прошу ли меня слышать? Так, здравствуйте. Я вас хорошо вижу и слышу, как вы меня. А тоже, только звук немножко тихий, но я надеюсь, что это было в моем случае. Так, сейчас посмотрим. Ага, все в порядке. Ага, нормально, да, слышно? Ага, ну, тогда я не буду никуда переключаться. Так, и вообще автомат на экран не буду, вот тут что-нибудь случится. Хорошо. Тогда еще раз давайте, Елена, с вами вместе поприветствуем наших коллег и кратко расскажем о себе. Я тогда оставлю себя, а вы как-то себя. Хорошо. Ну, тогда, наверное, с вас начнем, как с инициатора эфира, а я уже потом немножко себе. Хорошо. Добрый день, коллеги. Меня зовут Алексей Иванов, я руководитель секции «Поучинг» в Ассоциации Комиссии и Комиссии и Комиссии и Комиссии и Комиссии. В этом году у нас упорядочиваются разные направления дополнительно, собственно, в эти поведенческие направления. И вот эти направления в рамках Ассоциации уже называются секциями. И одна из секций, которая уже почти год, на самом деле, действует, но еще пока в таком потайном состоянии, вот сейчас мы в активе действий, если эта секция «Поучинг». Мы провели не так давно, не относительно по «Поучингу» для активных студенческих характеристик. Возможно, кто-то из вас наступил. И довольно скоро мы запускаем базу по «Поучингу» объемом больше 120 часов, технологичный базовый курс для технических характеристик. И в преддверии этого и в перспективе мы планируем это сделать, будем проводить целый ряд вот таких инстаграмов, отвечая на ваши вопросы, выбирая какие-то интересные темы, которые могут избирать. Итак, собственно, про себя очень коротко. Я, кроме того, что руководил секцией, я партнер в консалтинге компании «The Steelers». И я себя отношу к стану «Бизнес-коучи» и, если более узко выбирать «Секретив-коучи», я работаю с руководителями, топ-руководителями, руководителями со собственным официалом в крупных компаниях. Промышленность, бывающая, патриотические отрасли, банки, IT-компании. И я думаю, что на это я в свое представление. Потому что и вот секции закончу, и Елена Маркасовова. Елена Чалозова, психолога, представитель BCBT. Ну да, собственно, я психолог, Алексей уже все сказал. Я представляю КПТ-центр BCBT в Санкт-Петербурге. Работаю здесь уже достаточно давно. Наверное, сколько, собственно, и живу в Петербурге. Также я преподаю в рамках курса «Технические навыки» в ассоциации. Собственно, возможно, кто-то был на занятиях со мной, и в этом контексте со мной знаком. Ну, собственно, да, и работаю я как психолог. Я не являюсь коучем. Хотя очень этот подход уважаю. И мы вот сейчас будем обсуждать что-то в этом аспекте с Алексеем. Возможно, он даже спорит. Да, у нас сегодня такой формат открытого разговора, друзья. Поэтому те, кто нас сейчас смотрит, пожалуйста, пишите в комментарии, если у вас возникают вопросы по ходу дела. У меня такой сетап, что мне, к сожалению, будет не очень удобно смотреть именно в комментарии. Ну, и Лена будет у нас... Да, ну, все удобно, да, конечно, среагирует, да. Да, и озвучивать, возможно, какие-то из вопросов или реагировать на них. В общем, давайте попробуем сделать такое достаточно живое общение. Общая тема нашей сегодняшней встречи, о которой мне хотелось начать вообще разговор. Сразу оговорюсь, что наша на сегодня такая целевая аудитория, если вы говорите, да, это в основном действующие или обучающиеся психологи и терапевты. Кто слышал о коуче, кто что-то знает о коуче, может, уже практикует коуче. Помните, на кто основной своей модель вести? И вот этот вопрос, который не просто очень часто возникает, еще и является таким, знаете, камнем представления довольно большим и нередко предметом полурелигиозных даже споров, ну, или, по крайней мере, чувствительным вопросом, как для коллег из стана терапевтов и психологов-консультантов, причем совершенно разных проблем, психодинамического и рождального подхода, и, с другой стороны, коучинг, очень много на эту тему словно-копий. Тема такая, вот терапия и коучинг. Как сочетать эти модальности, где вообще проходит какая-то граница или переход между этими модальностями, даже где-то, что это вообще такое, потому что определение, чем много нас, как это называется, что мы даже коснемся. В общем, поговорить о том, как терапия переходит в коучинг, где это происходит и что нам всем с этим делать. Вот, пожалуй, я так хочу этот вопрос. И, Елена, предлагаю сразу вам бросить мяч. Вот вы, действующий психолог, терапевт, какие у вас возникают основные, даже не то что проблемы, вопросы, скорее какие-то зоны интереса к коучингам. И как я, как представитель коучинга, стану, могу помочь? А что мы можем с вами начать обращать? Ну, для меня точка приложения коучинга в своей работе, когда мы от каких-то проблем, связанных с психикой, с психическими процессами, переходим с клиентом к каким-то его целям, ну, конкретным жизненным целям. И зачастую бывает даже эффективнее построить работу, начиная не с проблем там с психикой, но в случае условно здоровых людей, скажем так, недообследованных, что вы, ну, как-то эффективнее начинать именно с целей, да, от чего человек хочет в жизни, да, то есть каких достижений, каких изменений, не относящихся к функциям психики, да, там, поведению, мышлению, там, восприятию, каким-то эмоциональным реакциям. И, на самом деле, это часто очень сильно мотивирует людей, в том числе и на психотерапевтические уже интервенции, которые, ну, не всегда приятны и очень даже сложны в начале работы. А когда человек понимает, ради чего это, да, то всё заходит гораздо легче. И вот в этом я вижу приложение коучинга и очень часто даже сова начинают там, ну, с таких даже, можно сказать, банальных практик, как там колесо баланса там и так далее, то есть все эти вещи очень хорошо заходят и очень хорошо прикладываются в работе с клиентами. И наоборот, да, когда мы начинаем решать очень сложные проблемы с клиентом, именно психологического, психического плана, ну, то есть вопросы там депрессии, каких-то фобий, высокой тревожности и так далее, то мы можем параллельно помогать ему всё равно достигать своих целей, несмотря на те проблемы, с которыми он сейчас сталкивается, с учётом их и делать его жизнь более там удовлетворяющей, его уже здесь и сейчас, там, не дожидаясь решения, собственно, психотерапевтического запроса. Поэтому, да, то есть для меня, я вижу, да, как может сочетаться коучинг и психотерапия, я не вижу в этом сильного такого противоречия. А границы для меня пролегают вот именно по, скажем, в мишенях, да, то есть если для коучинга это всё-таки достижение какого-то результата, такого внешнего, ну, не обязательно там доход там 110 миллионов там и так далее, это может быть какие-то достижения профессиональные, да, там, ну, там, я не знаю, начиная от выигрывания каких-то конкурсов, заканчивая там, не знаю, работая с собственным там персоналом, собственным бизнесом и так далее. Вот, а у психотерапии это всё-таки психические процессы, то есть на мишене у психологов это всё-таки мышление, это эмоции, то есть вот всё, что мы относим к психическим процессам. То есть я бы провела границу так. Да, Елена, так действительно границу проводят некоторые люди, и здесь, мне тут хочется, наверное, вот с чего начать, и, ну, может быть, даже не начать, а тоже откликнуться в плане добавления контекста. Не так давно, коллеги, я вот сейчас попробую, быстро найти ссылку. Да, это Татьяна Башкирова и, по-моему, Сар Дрейкер, если я не ошибаюсь, это исследователи опыта, коуч тоже, они в одной из статей рассматривали вопрос границы между терапией и коучом. У них статья, она опубликована в Facebook-клочинге 2020-го, что ли, года, 2015-го аппликации. Там такая хорошая, простая книжка по редакции чуть ли не Стивена Палмера, это такое, светило, в Facebook-клочинге. Они, в общем, делают такой вывод, что если резюмировать по существующей инструкции в тренинговых развивающих программах массивных границ между коучом и психологическим инструкцированием, неудовлетворительно. То есть это они говорят о том, как учат и коучинг-терапевт. И вместе с этим там интересная действительно статья, которая говорит о том, что в рынке очень много проводят по-разному в этих границах. То есть тот взгляд, который вы описали, он естественный, во-первых, во-вторых, он функциональный, он помогает вам развиваться, он помогает решать задачи существующих клиентов. И вместе с этим оказывается, что вот этот взгляд о том, где эта траница прибегает, он отличается. И вот мы с вами предварительно говорили о том, что, например, и тоже для коллег я об этом скажу, многие, даже коучинговые ассоциации, профессиональные, несминхронные, проводят границу между коучингом и терапией по фокусу в прошлом или в будущем. Ну, то есть, если я как-то терапия направлена на решение проблем в прошлом, я, как сказать, излечение травм, да, это делать человека целостным после того, как он проходит. А коучинг поцелен на достижение каких-то результатов. И в целом, вообще определение коучинга, на самом деле, ну, их точно, что десятки, я не знаю, есть ли сотни делений, например, в маркете, вот коучинг десятки точно. И я надеюсь, что кто-нибудь проведет исследование их массифицирует полностью, ну, кто-то, возможно, с историком или методологом коучингом. Пока такая работа еще не была проведена, но вот точно, что были такие описания, например, которые друг друга на самом деле дополняют. А коучинг определяется часто как помогающее отношение или процесс партнерства между частями коучинга, ну, то есть коучинг и клиентами. Что коучинг – это искусство способствовать изменениям, что это некая технология, помогающая деятельность, что это системное сопровождение в процессе достижения цели, что это метод взаимодействия, способствующего изменениям, что это способ научения, и здесь уже почти тренинг, да, по осмотрению получать и совокупность компетенций коуча, которые способны организации деятельности по развитию и организации внешних искусств. И кроме этого еще и вот вы сказали о внешнем и внутреннем, да, вот это что кроме этого бывает как раз-таки определение прям коучинг по разным направлениям, которые говорят о том, что это вот все перечислено или что-то из этого, да, организация деятельности, например, направлено на достижение целей, в том числе устранение проблемы как раз то, что вы сказали, да, вот это внешнее. Изменение внутреннего состояния человека, ну, то есть предполагается, что человек достигнет цели, если человек изменится сам таким образом, чтобы стать тем, кто достигает цели. Ну, то есть что если я не могу достигнуть какой-то цели сам, без помощи специалиста, это означает, что я сейчас не тот человек достигнет этой цели. Значит, для того, чтобы это сделать, мне нужно измениться. А это означает, что мне нужно изменить свои навыки, свое удержание и свое поведение, так сказать, следствие своей мотивации к действию. Часто говорят, и это такое, ну, конечно, это не эзотерически, но это очень непонятное определение, но оно супер часто получается. это реализация или раскрытие своего потенциала. Что такое потенциал, вот нам с научной точки зрения вообще-то сложно, честно говоря, определить. Мы верим, и коучи верят, в то, что потенциал человека не ограничен, но что это значит и что такое потенциал, мы можем использовать физическое определение, и не всегда. И повышение эффективности. И в данном случае тоже, когда рассматривается эффективность человека, здесь очень сложно либо входим в какие-то такие, знаете, механические металлы, что человек не живое, а нечто механическое. Кипа может быть где-то, такая сложная степень. То ли это про быстрее выше себя, то есть куда-то быстрее добежать за меньшее время, с меньшими затратами энергии, с более высоким ППД и так далее. И тоже определение получается немножко оторванными от того, с чем привыкли работать в психологии и психотерапевт. А для нас, для вас, я, помочь человеку находиться в благополучном состоянии. То есть человек в состоянии здоровья в отличие от того состояния, который человек не может быть. И поэтому вот такое, это даже не ответ, да, дополнение. Сказали, что в рынке нет договоренности, нет одинакового взгляда. И более того, это отмечают и российские исследователи, что нет единой методологии коучинга и в целом, несмотря на то, что индустрия существует уже почти 60 лет, она отсчитывает свой год 60-х годов, примерно, 20-го века, нет какой-то единой системы взглядов, методологии, картины, понятийного аппарата нет и единого определения коучинга. С тем, чтобы говорить о внешнем и внутреннем, есть, например, одна проблема, может быть, даже две. Ну, то есть, во-первых, в терапии самой далеко не всегда, вы сами сказали об этом, мы далеко не всегда фокусируемся на состоянии. Да, у нас для пациентов депрессии есть поведенческая активация, которая статует в общем, поправьте меня, если я ошибаюсь, да, я не профессиональный терапевт, но довольно рано. Ну, это один из основных методов, и он начинается буквально, да, с самого начала, то есть, поэтому, да, совершенно верно. Вот, и наоборот, да, то есть, кроме того, что мы помогаем поведенческой активации, это достижение цели, чтобы человек физически выполнил некие действия именно поведенческие, да, а с другой стороны, ну, я уже не говорю про поведенческий эксперимент, да, это в чистом виде достижения цели, проекта или какая-то реализация, и наоборот, есть целая, ну, это, наверное, половина получения, в целом, сейчас современные исследователи, тот же Винди Трайер, который у нас выступал в ассоциации системной терапии в ассоциации, да, он тоже достаточно известный, и исследователи практики и терапии коучингов, подразделяют коучинг на два типа, и вслед за ним это делают очень большой, где не уверен, что нафиг, это разделение, это коучинг, ориентированный на цель, то есть достижение некой цели, либо на некое целевое изменение состояния, то есть, чтобы прийти в некое целевое состояние, либо второй тип коучинга, который прям многие исследователи выделяют, это коучинг, нацеленный на решение проблемы. И это еще вопрос, оправдано ли такое разделение с технологичной точки зрения, пока мы еще с этим вопросом разбираемся, тем не менее, на практике это разделение существует, не разделение, а классификация. И вот этот проблем прием коучинг, коучинг, который нацелен на решение проблем, это очень часто коучинг, который нацелен на решение эмоционального проблемы. И тоже возникает вопрос, так, стоп, подождите, как так, решение эмоционального проблемы, значит, но есть целый ряд компетентов партеров, которые драйвинг предлагает как границу терапии консультирования, терапии коучинга, с консультированием чуть сложнее. Он говорит о том, что давайте мы будем коучинговым методом работать с теми эмоциональными проблемами, которые соответствуют ряду признаков. Они возникли недавно, там не выше легкого степени стресса, которые они вызывают. Они возникают в одной зоне жизни, то есть либо только на работе, либо только с семьей, либо только с друзьями, но не так, что это эмоциональная проблема для какого-то конкретного типа ситуации, открывающая большое количество обстоятельств. ну и возможно это какой-то один или небольшое количество типов ситуаций, которые проблемы будут. Тогда с этим можно работать в полочеке. Если это несколько жизненных спек, если это достаточно старая проблема, если это средний или высокий стресс, если клиент не готов сам к изменениям, то мы тогда это скорее предположим, что для этого требуется практическая модельность. Я не говорю, что это истина, то есть речь не о том, верно это или нет, а сколько о том, что оказывается то описание, которое вы предложили, оно несколько описывает часть практики сложительства. И более того, что самое интересное, вот это мне прям очень нравится с конца 22 года, я об этом не знал ранее, об этом знали и люди, которые более готовы в появлении. Я теряюсь, слышали меня? Да, там какой-то вопрос был, да, я слушала Ласа, а девушка вот, Ириша, да, вы уже ответили на этот вопрос, на какой вопрос непонятно. Ириша, если вы можете еще раз написать ваш вопрос, мы еще, может быть, вам дополним его. Будьте добры, пожалуйста. Да, спасибо. Окей, да, я просто интересно это вам. У меня просто не всегда сеть нормально работает, я поэтому очень надеюсь, что вы знаете. закончу выяснить, что, прошу прощения, Елена, я там просто чуть оторвался, последний, последний момент, который я хочу добавить, да, да, конечно. Собственно, когнитивная терапия, ориентированная на восстановление, cognitive therapy, в смысле, recovery oriented cognitive therapy, новое направление института БЭКов, оно нацелено, это именно терапия, оно нацелено на работу с пациентами, с клиентами, с расстройствами, с явным набором признаков ухудшения состояния, негативных психологов, и она почти полностью направлена именно на достижение цели, на проживание следующей недели до следующей встречи, максимально наполненным целостным образом для самого пациента, вот таким образом, чтобы пациент за эту неделю достиг каких-то результатов, значимых или не его, и коррелирующих с ценностями этого человека. И тут вот мы смотрим на это, боже, что это же коучинг. Я уже не говорю про то, что коучинг в модальностях в BCT, например, или Mindfulness Based, или краткосрочная терапия принять ответственность или ориентированный результат краткосрочной терапии, они сами по себе тоже до степени смешения иногда похожи на некоторые случаи в модальностях. Вот. На этом я поставлю такую запятую, да, и вот по крайней мере то, что мне хотелось поговорить, исходя из того, с чем этого человека. Ну вот это, Ирина, собственно, был вопрос, да, можем ли мы работать в коучинге не только с достижением цели, но с эмоциями. И, собственно, вы уже на него ответили. Я, на самом деле, тоже согласна, что можно, потому что всё зависит от глубины проблемы, да, если, опять же, обратиться к Драйдену. И не все проблемы, там, ну, как дальше принцип Акама, да, не плодить сущности лишних, не нужно делать лишнюю работу. Это, ну, я не знаю, когда готовилась к эфиру, я вспомнила метафору, она вообще относится к чему-то другому, но суть в том, что если нам нужно, например, там, не знаю, что-то сделать с изображением, да, с файлом, там, отретушировать, отредактировать, мы не начинаем со смены железа, да, там, мы сначала смотрим на свои навыки, мы смотрим, какая программа есть, решает ли она этот вопрос, нужна ли новая программа, если нужна, то вот тогда уже возникают вопросы, там, к ноутбуку, потянет он это или не потянет. И мне кажется, что вот коучинг и прям психотерапия, вот которая прям психотерапия, это примерно то же самое. И здесь я бы говорила вообще о неком холистическом таком подходе, потому что, как и во многих, скажем, сферах, касаемых человека, мы не можем сказать, где заканчивается одно, а начинается другое. Это всё переплетается, влияет на друг друга, и, конечно, в идеале, да, хорошо, да, и те подходы, и, главное, логику и идеологию, там, коучинга, логику, там, и идеологию, парадигму, да, того и другого, там, психотерапия, коучинга, чтобы иметь возможность сочетать, допустим, в своей работе или видеть вот моменты, да, когда вот клиента, да, допустим, психотерапевтического, да, что вот всё, вот здесь вот нужен второй там специалист, коуч, который поможет человеку реализовываться вот прямо сейчас, несмотря на то, что у него есть ещё депрессия, там, не знаю, какая-то тревога, ОКР, там, или ещё что-нибудь. Поэтому это всё только в этом плане вообще вот и я тоже хочу найти какое-нибудь возражение, но у меня его нет, вот, и действительно какие-то поведенческие вещи, они, скажем так, используются в психотерапии, да, так же поведенческая активация, но она, да, вот в чём разница, да, вот поведенческая активация, она направлена не на то, чтобы человек достиг каких-то своих целей, там, я не знаю, вымыл посуду, помыл, там, не знаю, волосы, помолодился, вышел из дома, вот, а на то, что, то есть, конечно, эта цель всё равно изменение психических процессов, чтобы вот он просто начал что-то делать и вот запустить вот это вот, то есть он начал выходить из состояния вот этой безнадёжности, там, никчёмности, там, бесполезности, там, и так далее. то есть вот разница вот на самом деле такая, то есть если бы поведенческую активацию бы я, например, использовала бы как коучинг, коучингового подхода, ну, например, я бы спросила, да, вот, а какие цели вы хотите там достичь, да, и что для этого нужно сделать, что вы готовы сделать, что мы делаем прямо сейчас, там, завтра, там, и так далее. То есть и всё равно логика была бы достижение какой-то цели. Вот всё-таки разница это есть, и мне кажется, её всё-таки стоит придерживаться. Но где чёткая граница, да, что шаг влево, шаг вправо, это разные подходы, но такого, конечно, нет. И я думаю, что цели проводить её, ну, не нужно ставить. То есть мне кажется, такая учителя, и классификация, она избыточна. Она как бы превращает нас в два лагеря. Ну, это же ерунда полная. Да, я с этим соглашусь, Елена, и я тоже к холистическому подходу сейчас перейду, но я перед тем, как к нему перейти, хочу ещё немного эту границу размыть. Вот вы сказали поведенческую активацию, да, например, ну, и что это средство для достижения основной задачи, да, терапевтического, для достижения терапевтического. Ну, вы должны быть в действительном состоянии, то есть вот, ну, так вот. Да, 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 да. Да. Но при этом, смотрите, мы же, когда делаем медицинскую активацию, мы всё равно опираемся на те действия, которые имеют для нашего пациента некую внутреннюю ценность, собственно. Я имею в виду, что если человек, например, всю жизнь не чистил зубы, то если терапевт ему скажет, какой там чистить зубы, это не будет работающим инструментом медицинской активации. То есть это всё равно нечто, что является для самого человека, его память о прошлом, когда человек был в нормальном состоянии, это является непризначимой у человека поведенческой моделью, значимой действия. И в коучинге происходит то же самое. Мы же не предлагаем человеку достигать цели, которые человек не хочет. Мы спрашиваем, что он тут. И здесь будет шок, что они не пропускаются. Поэтому здесь я, опять же, это не в плане не в пик у вам и в спор. Это как раз наоборот я для перехода к вот этой холистической модели и для того, чтобы разобраться, как она работает. здесь мы как бы смотрим сейчас, да, давайте и наши зрители, и мы с вами посмотрим на эту ситуацию с не так объективной точки зрения. То есть, что мы с вами сейчас все вместе делаем? Мы смотрим на ту картину мира, которая у меня как у отдельного специалиста есть. И она вроде как более-менее не противоположна. И у меня есть какие-то внутренние ощущения, которые позволяют мне для себя самой понять, что это примерно по терапии, а вот это примерно по поучу. И довольно часто эти внутренние ощущения, они основаны на личной практике, на каких-то словах, которые нам говорили наши преподаватели, люди, которые, с удачными. И очень часто у нас нет такого тонкого ощущения, да, конкретных определений из серии поучинка терапии это вообще что, да, то есть мы поговорили о том, что даже в рынке практиков нет единого. То есть, то ли это область деятельности, то ли это конкретный набор методик, то ли это майнсет и взгляд вообще на то, каким образом можно помогать людям инстинкциям, что это такое система. Вот мы сейчас смотрим на себя и на самом деле не до конца это понимаем. А с другой стороны, я предлагаю каждому из наших зрителей тоже это проделать, не прямо сейчас, а вот очень позже. Если у вас нет четкого понимания, что это такое, а есть вот такое представление того, то когда мы начинаем всматриваться в эту границу по-настоящему, честно, мы видим, что она разрывается. То есть вот сейчас даже есть такое внутреннее ощущение, что все-таки поведенческая активация это вроде как больше про терапевтическое, а вот про очень как-то все-таки что-то про значимые цели. Если мы смотрим, мы все равно видим, что эта вещь размывается и поведенческая активация вроде как согласована с некими внутренними потребностями и целью клиента, а с другой стороны достижение цели клиента все равно связано с изменением психического состояния, когницией с какой-то какой-то проработкой своих подтверждений. Не обязательно теоретически думать, но все равно работа с этим. И здесь я хочу еще рассказать про один такой момент, который для нас, как для людей в секции поучинга, и вообще почему мы стали управление активно развивать здесь, в различных инфекциях. одна из проблем, которая выжимает прям пятна и заметна. Она связана с тем, что терапевты работают пазом, скажем так, по определению, что ли, по практике существующих. Изначально с людьми с некими расстройствами, с некой симптоматикой, негативной, которая имеет свое описание, конкретные диагностические критерии, нозология, часто даже понимаем, как развиваются те или иные нарушения. То есть мы работаем в терапии с нарушением. Но практика, она гораздо шире вот такой жесткой классификации. Часто бывает приходит клиент, который не супер разболтанный, но хочет помощь, не крайне нарушение. Иногда бывает, что мы эффективно работаем с клиентом. Эктивно-поведенческая терапия позволяет делать. И клиент заканчивает работу с вами, он выходит нормально в активное состояние, но клиент понял для себя ценность вообще этих терапических отношений и такой совместный подход. Клиент хотел бы дальше продолжать делать это и достигать своих целей, потому что у клиента нет вот этого внутреннего ощущения. Разница целями и нецелями, состояниями и состояниями. Сам клиент целый снег, он видит, что это работа и он видит, что эта работа может быть дальше. И получает, что терапевты с этим сталкиваются постоянно. То есть то клиенты приходят, не очень больные, а так чуть-чуть, кавычки, то клиент выздоровел, но клиент хочет с этим работа. И кроме того, терапевты видят, что в огоне чего-то весь целый созревает огромный сбоку. Что есть какие-то люди, которые считают, что психологи все будут выряться у меня в длине, в мякости в моей. Я этого не очень хочу, но вижу, что вот у меня коллеги помогут реально и там в чем-то его состояние. Я тоже этого хочу. И там формируется целый рынок каких-то непонятных людей, которые опираются на непонятные принципы, могут человека еще случайно ввести в какое-то негативное состояние, случайно в какую-то куда, то есть не понимая, как устроено психику человека. И в общем, как так, мне здесь психотерапевты классно разбираются в какой-то человек устроен и как человеку помочь занимаются еще и без образования и без какой-то упорядочности самого коля. Что происходит в результате? Терапевты начинают изучать коучингу. Они посещают курсы коучингу и в школе подходят и начинают работать коучинговую модельность. То, что они считают коучинговой модельностью. И сплошь и рядом я, поверьте, сталкиваюсь с этим постоянно в отзывах и чат директоров компаний, которые приходят коучи работать с компанией. Друзья, к сожалению, это по моему опыту и тому, что я слышал от чат директоров. Но уже сегодня накопилось достаточно широкое понимание, нет, не понимание, прошу прощения, предубеждение, как бы такой штамп, что если коуч переучен из терапевта, то он, придя в коучинг, будет делать терапию. То есть какой-нибудь руководитель, топ-менеджер, придет к коучу решать какую-нибудь задачу, связанную с управлением командой или даже с какими-то своими поведенческими эмоциональными предметами. Такое в топ-менеджменте тоже сплоширя случается. И терапевт начнет обсуждать с ним маму, детство, негативные глубинные убеждения, все что угодно, вместо того, чтобы помочь человеку решить конкретную задачу, потому что сам этот клиент в состоянии расстройства не находится. И это вызывает у клиента удовлетворенность, потому что клиент шел к коучингу, и он хотел получить коучинговый альянс, коучинговые взаимоотношения и коучинговые решения проблемы. А он при этом получает без запроса уход в клуб себя и в терапевтическую модальность. А происходит это, потому что терапевты думают, что коучинг это как терапия, только вперед. Ну, или связан с не полученным запросом. И, собственно, это мы подходим, Елена, к теме холистической направления холистического взгляда. И здесь я рассказываю о том, чтобы вот эту проблематику вынести на передний план, того, чтобы для формирования холистической работы, холистическая, это когда мы смотрим на что поцелу, но мы подходим к этому холистическому пока что все-таки слепив две половинки и пытаясь, ну, то есть мы понимаем, что нет жесткой границы, мы понимаем, что это вот что-то такое общее, но у нас вот эти две половинки еще и стали вот таким единым целым. А для того, чтобы это произошло, нам все-таки надо сначала разобраться хотя бы, вы знаете, с краями вот этой половины. то есть мы как будто еще на ощупь это собираемся, а нам очень важно увидеть, так, а из чего вот эта половинка собственно состоит, какого она цвета, насколько она шуршавая, какой она плотности, а вот эта половинка, она какого цвета, как пахнет, какой шуршавости и так далее. то есть если переводить на более такой официальный язык, если мы говорим о терапии и о полчинке, то, во-первых, что это, во-вторых, каковы характеристики, по которым мы можем это отстраивать друг от друга и какова методология работы в одной и другой модальности, в чем эти методологии сочетаются, на чем они вместе базируются, как можно на другой перейти и другой. И требует ли это чего-то еще, кроме знания методологии и определения. То есть вот это тоже очень большой вопрос. И у нас есть подозрения, чтобы на этот вопрос ответить. Поэтому вот я закончу свою мысль тем, что для того, чтобы перейти к холистическому состоянию, нужно сначала прожить еще вот это дуальное состояние, хотя бы на уровне образования и понимания, о чем делаем. То есть нам сначала надо достаточно дифференцировать эти вещи, осознавая, что мы не разделим и от этого перейти уже такое интеллированное целостность. И вот это ровно точно как мне кажется разъяснилось. Вот такой вопрос. Ну, опять же, нет возражений таких, да, кардинальных. Но единственное, что мне бы хотелось сказать, да, то есть вот это вот представление о том, что работа психолога, работа психотерапевта, она ограничена темами, которые описаны в МКБ или ДСМ, это, это, конечно, не так. Да, то есть очень много вопросов, которые, ну, из запросов, которые, по сути, являются психотерапевтическими. Тут, понимаете, есть еще проблема восприятия слова терапия в русском языке. То есть для нас это что-то медицинское всегда. ничего медицинского такого, да, собственно, в работе психотерапевта или психолога это особо не происходит, да, то есть это все равно, ну, по сути, не медицинская деятельность, хотя иногда и, ну, если речь идет о серьезных клинических диагнозах, требуют знаний там, психиатрии, физиологии, там, тут, как бы, вопросов, конечно, нет, но очень много тем, с которыми работают психологи и психотерапевты, которые не являются клиническими темами, вот, навскидку, это, не знаю, это тема самооценки, уверенности, это ревность, например, взаимоотношения всех возможных там ракурсов, и это, ну, не всегда и коучинговые такие вот запросы, ну, то есть, может быть, это как раз та зона, да, где все это очень классно можно сочетать в себе, но вот мне бы просто очень хотелось сказать, что психотерапия это не всегда клиника, да, то есть, и люди, которые приходят в психотерапию, то есть, психотерапия не всегда работает вот с людьми, у которых какие-то прям расстройства, там, нарушения и так далее, нет, то есть, все-таки, как я понимаю, психотерапию это вот некая деятельность все-таки направленная на изменение психических процессов, поэтому, ну, поэтому, да, и для меня вот работа с коучингом, да, вот в плане, например, эмоций, в плане мышления, это тоже, собственно, элементы психотерапии, ну, может быть, они, когда речь идет о достижении какой-то конкретной цели и решении какой-то конкретной задачи, которую, допустим, ставит руководитель, не требует там копания, да, до глубинных убеждений, но если мы берем там КПТ, да, мы тут все подразумеваем, что мы все тут КПТ, психологи, КПТ, коучи и так далее, и имеет смысл обсуждать именно эту парадигму, то есть, безусловно, там нет, да, может необходимости так далеко закапываться, но иногда мы можем обнаружить, да, что вот решение какого-то вопроса, да, для, данного человека, для данного руководителя, невозможно без пересмотра его системы убеждений, начиная от самого глубинного, и здесь, конечно, навыки вот психотерапии такой качественной, они прямо очень важны, нужны, именно они дадут эффект, а потом уже можно опять переходить к логике коучинга, ну вот я как-то так-то вижу, я художник, я так вижу, да, но здесь тоже наверное еще стоит напомнить перед тем, как перейти уже к теме коучинга, ну, нашего клядая, коучинга, который касался вкладывается, что вот вопрос, например, связанный с ревностью, ну, условно, муж ревнует жену без беспричинно, ну, без конкретных событий, которые снижаются по-изменам, например, и при этом да, с точки зрения психотерапии, но если мы сейчас возьмем ревность как пример, да, то здесь же определяется не тем, есть причина или нет причина, а определяется рабом вообще, то есть есть просто патологическая ревность, при которой ухудшается качество жизни, я уже не говорил, собственно, об отношениях, да, то есть когда она просто уже явно иррациональна, а человек ничего с этим сделать не может, он не может остановить поток вот этих руминаций, соответственно, он как-то начинает себя вести, разрушает собственные отношения и так далее, вот, то есть тут вопрос даже не в том, есть причины или нет, а вопрос в том, да, события-то. я согласен, да, я не закончил мысль, я имею в виду, что если мы возьмем такого человека, у которого это, допустим, не всю жизнь продолжалось, а недавно началось, но при этом уже мешает, то есть видно, что это портит отношения, сам человек, я имею в виду, начинает видеть, он там умествит, у них, реально, портится диалог семейный и так далее, человек приходит к специалисту, это еще где-то вот эта середина, это еще и зона психологического консультирования, то есть у нас кроме терапии и коучинга еще между этим есть психологическое тоже является много вопросов возникает и как бы вообще не лишняя ли это сущность, вот у меня вообще такие вопросы есть, да, потому что мы и коучинг можем записать вид психологического консультирования, да, но с какого-то специфического, то есть и где граница между консультированием и психотерапией это вообще никто не знает и вряд ли кто-то узнает, поэтому интересно как раз граница между коучингом и психотерапией, вот для меня вот это зона интереса. Да, ну вот мы может 45 минут с вами разговариваем, стараемся где-то час ложиться, чтобы ну да, давай, да, не очень много на какой-то такой ноте остановиться, чтобы пришли люди на следующий. Да, вот здесь я как раз хочу перейти к этому, к этой теме как раз холистического взгляда, как мы предлагаем к этому взгляду приходить. Мы, собственно, предлагаем к нему приходить методологически как раз таки сначала вот через эту дифференциацию, через поиск различий, причем осознавая, что на практике вот такое жесткое различие не существует. То есть как пример можно привести вот представьте, что у нас есть какая-нибудь банка, и там смешан два вещества, но белое, другое, черное. И они вот там как-то вот так перетекают в круг, но не перемешиваются полностью. И мы ну и здесь вот совсем белое, а здесь совсем черное. Нам для того, чтобы научиться, это рефлексировать, осознавать и что-то делать, принимать это решение. Мы сначала говорим так, давайте вот исследуем белое и исследуем черное. Самое-самое белое, которое есть, самое-самое черное. А дальше мы будем учиться чувствовать, насколько вот в том месте, где мы сейчас находимся, насколько там много белого, насколько много черного. То есть смотреть на это не на как что-то вот такое непонятное, серое перемешивание, а изучить самое белое, самое черное и дальше учиться на уровне внутренних ощущений понимать свое место в этом. И вот к терапии поучинга относитесь к похожей вещи, к похожим способам. И сейчас я скажу, как мы определяем поучинг. Я рассказываю на вебинарах, это тайна, поэтому я могу поделиться и в прямом эфире, и в обучении мы постоянно к этим пределениям подошли. здесь очень важно понимать, почему я об этом рассказываю, потому что это определение мы осознаем, что оно не является проводящим жесткую границу, потому что это невозможно. Но оно нужно для того, чтобы белый и черный в этом всегда не поддерживает. Под колчингом мы понимаем вид коммуникативной деятельности, то есть взаимодействие двух или более это важно, в которой человек в скобочках актер, актер это наш клиент, пациент, я сейчас скажу, почему мы используем это слово. Итак, колчинг это вид коммуникативной деятельности, в которой актер стремится к смене одного благополучного жизненного состояния на другое, которое имеет индивидуально значимые позитивные различия спектра. И происходит это за счет совместной направленной рефлексии с коучем или с группой, то есть актер использует коуч или группу каких-то для того, чтобы совместно рефлексировать над этой задачей смены своего состояния и постепенного изменения своего поедения. То есть в чем здесь основные моменты, где мы разводим белые черты? Что здесь именно актер является главным субъектом. Вообще колчинг, в отличие от терапии, опять же, в кавычках я говорил слово «в отличие», это очень важно, это прям в кавычках, но тем не менее. Колчинг определяет, как субъект субъектное взаимодействие. То есть многие говорят о том, что терапия, к сожалению, в существующем дискурсе, прямо вот профессиональном, медицинском и терапевтическом, что это субъект, объект пациент рассматривается как некий объект воздействия. Очень сложный, сам в себе, такой черный ящик, но терапевт часто, к сожалению, то, что это мучает специальная часть образовательного трек, так складывается, такой дискусс, что терапевт, он субъект по отношению к пациенту. То есть, я делатель, и вот с этим пациентом что-то делаем. В лучшем случае я помогаю, но все равно я помогатель, и вот я ему помогаю. Такой небольшой получается все равно самобман, да, что, хорошо, я не крач, я не лекарь человеческих душ, я помогаю, но все равно я субъект, который помогает, объекту, который запросил. А коучинг рассматривается, и это вообще с самого начала происходит, как субъект, субъектное взаимодействие. И коучи тренируют, находиться в коуч-позиции, которая сохраняет вторичность по отношению к основному субъекту действия. То есть, именно человек, который пришел к коучинг, в некоторых школах этот человек называется игрок, то есть, тот, кто играет, ну, это еще и спортивный коучинг. Иногда говорят каучи, и вот уже слово каучи, ну, то есть, каучи, да, как трени, там, гумили, там, и так далее, субъекционистов. Это уже нарушение, на самом деле, определение. Вот. Так вот, коучинг рассматривается как субъект-субъектное взаимодействие, в котором ключевым субъектом, первым, да, позначим, точнее, первым по порядку является актом, то есть, клиент. И это важно. Именно этот человек приходит за тем, чтобы сменить свое условно-благопоученное жизненное состояние, и здесь тоже у терапевтов часто рвется мозг. Подождите, у нас нет благопоучных людей, у нас все 9 из 10 где-то чем-то поломаны, то есть, здоровых нет, есть недообследование. И очень важно понимать, что это наша когниция. Вот это убеждение, это тоже когниция терапевтов, которая соединяет целый ряд каких-то когнитивных комплексов и сеть. И коуч, ну, или специалист, который находится в коуч-позиции, может реально переключаться на другие когниции, просто на другие схемы, которые рассматривают, если пришел человек и говорит, все у меня нормально все. Ну, я в более-менее устойчивом состоянии, но там есть проблемки у всех, я вот хочу что-то поменять. И вот в этот момент перейти в просто когнитивное состояние доверия актору в том, что это действительно так, и что актор готов сейчас двигаться именно вот в этом состоянии, ну, в таком отношении и поддержать это. Когда коуч это поддерживает, находясь в коуч-позиции, это считывается даже невербальным. То есть, когда терапевт относится к клиенту как к объекту, который сломан, который надо починить, это тоже считывается вербальным. Независимо от того, это человек, который воспринимает себя как рекори, или человек, который воспринимает себя как сочувствующего такого помогателя, это не вероятно. и вот, соответственно, мы помогаем акту менять свое состояние, и сейчас вот я тоже вопроснусь, почему на об этом, на другое, которое имеет индивидуально для этого акт значимое различие спектра. И это тоже важно. Коуч может не понимать, типа, где туда, зачем вообще, можно задавать вопросы, но если это для акта в итоге оказывается действительно значимое мнение, мы не можем, здесь, мы не являемся экспертами в жизни этого акта, мы не являемся экспертами в жизни человека, с которым мы работаем, человеку самому в мире, что-то важное акту, и это вот такая очень-очень важная вещь. И здесь еще раз подчеркиваю, это не то, что делает разными терапиями получила, это то, что чуть-чуть больше описывает белую, белую-черную точку, хотя обычной жизнь проходит посередине планений, перемещаясь между этими полюсами в зависимости от запроса, от состояния самого человека, от того, про какое целевое состояние человек говорит, степень его открытости и готовности к изменению, и там еще рядов факторов, то есть это важно. Но мы дали это определение к чему-чему, и мы понимаем, что мы же когнитивно-поведенчество мы базируемся на одинаковой модели человека, одинаковой когнитивной модели. Поучник не предлагает ничего иного с точки зрения взгляда на то, как мы с вами отстроены. Поэтому в нашем случае у нас есть та же самая когнитивная модель базовая, у нас есть та же самая обобщенная когнитивная модель в 2014 году опубликована, у нас с вами есть когниции, утверждения, схемы, ну вот весь из которого человек состоит как сложная система и психо-социальная и мы смотрим на это и все равно начинаем не понимать точнее мы начинаем чувствовать, что есть еще и тут мы приходим к тому, что существует еще и второе измерение. У нас картинка вместо одномерной становится более объемной. И в чем это изменение добавления произошло? Мы увидели, что существуют так называемые режимы, режимы специалистов или режимы работы специалистов. И что эти режимы присутствуют как в терапевтической работе, так и в коуче. Ну и если допустить существование и концептирование, то есть концепция. И это одни и те же режимы, но они опять же повторюсь, в какой-то смеси присутствуют в разной работе с разными клиентами в разном состоянии. Один режим это режим привычный терапевт классический, традиционный это режим исследования, концептуализации, реструктуризации диснационального убеждения до убитки. А второй режим это режим активного исследования сильных сторон человека и его опыта, который является для этого человека ресурсом с целью перехода в некое новое состояние, имеющее позитивное отличие от будущего. И мы описываем эти режимы, пытаемся разнести, увидеть, а в чем разница. И мы видим, что, например, в этом режиме, опять же, понимаем, что здесь точно такой же растяжка спектрально, потому что нет жесткой границы между ними. Но если брать максимальный режим, который называется режим, связанный с дисфункцией, режим исследования дисфункции, концептуализации дисфункции, это режим, который нацелен на поиск негативных условно того, что тормозит человеку, условно того, что он решает и вокруг чего структурируется его дисфункциональный опыт. И этот режим очень часто связан с целой сетью когнитивной у самого специалиста. Это восприятие моего клиента как объекта, это наличие собственных экспертных знаний о том, в каком состоянии человек что-то находится, что может человеку помочь, каким образом строить терапевтический путь, какова стратегия дальнейшей работы, если кто-то так будет. И там есть ряд, как во всех схемах, у этого режима это режим, в смысле «б», наше классическое внимание на то, что мы решили. И у этого режима есть поведенческие, аффективные, мотивационные и пунктивные компании, которые мы используем. А другой режим, который мы называем режимом ориентирован на позитивные изменения. Это режим, который больше свойственен поучинговой модальности, но он же предмет почти на 100% свойственен к терапии ориентированного восстановления. И освоение этого режима устойчивого возбуждения очень сильно поможет терапевтам освоить эту новую модальность в будущем. Это режим, в котором мы на самом деле не знаем, чем человеку надо. Мы не знаем, мы не являемся экспертом мы ставим себя целенаправленно в позицию вторичного субъекта по отношению к основному субъекту изменения своей жизни. Мы работаем над концептуализацией позитивных сильных сторон. Это есть и в как раз в «Strange-based and conceptualization» новой, которая в третьем издании учебная. И то же самое мы в «Поучинге» учебной. И там есть еще ряд фактористик, которые это и то, что мы предлагаем делать, это исследовать вот эти полярные состояния, проживая свой собственный опыт терапевта или специалиста в общем, для того, чтобы увидеть, а я могу осознанно понимать, в каком режиме я сейчас хожусь, адекватен ли этот режим к текущему состоянию человека, с которым я работаю, его запросы и динамики, могу ли я удерживать адекватно и когда я понимаю, что мне нужно переключать на то. Потому что работая в традиционной терапии, мы все равно в консервализации, мы, естественно, классическом регионе, мы начинаем с режима консервализации и все равно уходим туда. Но потом, в какой-то момент в ходе консервализации мы все равно находим режим ориентированной в силу ранения. А иногда это вообще начинается с самого начала, потому что это то, что мы внедряем в ходе режима ориентированной в силу изменений. Пусть даже это немножко замылено и скрыто с ними, но мы ищем те способы, которые будут более эффективными для этого человека. имеем таких потенциал. Вот. То есть завершая тему, что мы говорим о том, что эта холистичность в практике конкретного специалиста возникает ровно, когда специалист начинает различать модальности, осознавая, что между ними спектр, начинает различать режим, осознавая, что между ними спектр. и это можно делать в теоретическом практике. А потом после этого уже переходить к добавлению почек в практике, ну, мы поговорим с этим, и там возникает целый ряд задач, которые человек может решать благодаря этому. Осознавание того, вот ко мне сейчас пришел клиент, и ему кажется, что клиент хочет терапию, а может быть на самом деле для этого клиента очень будет более эффективной и подальше или наоборот, человек боится психолога, по словам психофобича, очень боится, он пришел в поучинг, но вы в ходе первой встречи видите, что у человека ему скорее будет терапевтическая модель, не становится, что там возникнут препятствия, но у вас уже за первую встречу установились некие отношения, некие альянсы, и доверие возникает. И тогда вы можете его все-таки после первой встречи затем тренировать терапевтическую работу и пояснить, почему это имеется в основе. Сделать это мы можем выкисливать, потому что мы понимаем все то, о чем я знаю. Вот примерно так построено наш подход сейчас, и в общем есть некая гипотеза, что настроиться. Поэтому опять же предложение, во-первых, посмотреть записи вебинаров. Ссылки где-нибудь есть в постах Последнего КПП там есть сообщение 으면서 фотографии как открытие направления через педагогенческого полка секции. И там есть ссылка на пару записей на YouTube. Один из них это вебинар часовой по педагогенческому полку. что я об этом рассказывал, и ссылка на выступление мое на три форума в университетной терапии, который проходил в конце марта. Да, он был 3 апреля. А, да. Я там выступал как раз на тему режимов чуть более подробно рассказывал. Можно там посмотреть тоже, по-моему, около получаса. Полчаса выступления, просто чуть подробнее я об этом рассказывал. И, соответственно, следить за нашими обновлениями, за нашими публикациями. Скоро мы объявим запуск в базовых курсах. И я надеюсь, что те, кому интересно, смогут начать семинары или сам в базовых курсах. В общем, как-то к этому прикосновению начать подробно это в формате индивидуального опыта. Что я еще раз говорю, это может быть сложно для вас. И я понимаю, что я предлагаю новый взгляд, и это всегда будет. Мы с вами работаем с клиницей. Мы знаем, как вы будете добавлять к своей картине нет. Но у нас есть бодезы, что это даст вам какие-то планирующие ценности для вашей информации. Вот. Наверное, на этом я поставлю уже точку с запятой, и, Лена, предложу, как вам реагировать, потому что вы услышали. И мы будем потихоньку, наверное, двигаться. Да. Ну, на самом деле, я очень прям поддерживаю, да, вот то, что вы сказали про позицию ну, коуча или коучера, как вот принято говорить, да, то есть, потому что, на самом деле, это очень важно, и я тоже сталкиваюсь с этим из своей практики, когда в какой-то момент очень важно сделать это переключение, и перейти от именно как бы концепции, что у клиента что-то не так, к клиенту, что, в принципе, с ним все в порядке. Или те проблемы, ну, то есть, то, чего он хочет, можно достигать и вот при этом его состоянии. И это очень, на самом деле, важный момент. И когда это происходит, то есть, это дает огромный толчок, прям очень стильный и в мотивации, и в позитивной динамике. Это очень важный момент вот для психолога в какой-то момент оторваться от идеи, что с клиентом что-то не в порядке, и перейти к идее, что клиент вообще-то достаточно окей для того, чтобы чего-то делать. Хотя, ну, по сути, ничего, в общем-то, будет даже хорошо, если такая точка зрения будет сразу, да, что, в принципе, клиент уже окей, чтобы двигаться к своей лучшей версии, да, себя, версии своей жизни. Это очень важный момент, о котором мы сказали. Еще важный момент, да, это по поводу того, что, ну, расстановки сил, да, вот, позиции коуча, да, и позиции игрока, да, актера, как вы сказали, да, ну, безусловно, когда мы говорим о психотерапии, там психолог или психотерапевт все равно стоит на позиции эксперта. и как бы мы там не говорили о том, что там человек, человек, позиции равны, но все равно у специалиста это экспертная позиция, и это важно, и это хорошо, то есть, и, конечно, ну, мне кажется, умение переключиться в другой режим, да, вот именно коуча, именно отдать вот эту вот главную роль клиенту, это, конечно, вех мастерства, вот сочетание этих режимов, ну, то есть, это прямо, я даже не знаю, могу ли я так делать, да, но если я пойму, что я могу это сделать, то, конечно, перед собой сниму шляпу, сама перед собой, вот, и заранее снимаю шляпу перед теми людьми, кто это умеет делать, но для психологов, да, тоже очень важно все-таки уметь работать в координатах клиента, это тоже, это вот речь идет об эмоциональной эмпатии, когнитивной эмпатии, то есть, часто это говорят как сопереживание, но вот еще важный момент, это все-таки умение вот отодвигать свою координатную вот эту плоскость, да, там, или если объемную, там у нас, ну, не важно, в общем, математика уже пошла, вот, а начинать работать в координатах клиента, это тоже отдельный навык, и мне кажется, что именно коучинговая парадигма поможет развить у себя вот этот вот момент, и даже, наверное, ради этого стоит, да, немножко рекламы, стоит все-таки пройти там какой-то базовый курс, там, семинар по коучингу, потому что это очень важно, когда мы работаем именно с точки зрения клиента, в его координатах, это, конечно, прям эффект потрясающий всегда, и на уровне терапевтических отношений, и на уровне результата, поэтому, да, ну, то есть, нам осталось только обняться с вами, Алексей, вот, на этой ноте, он такой, да, пожалуй, пожалуй, да, мне кажется, это как раз хорошая вот такая подводочка к тому, чтобы нам закруглять, да, нашу беседу, мне хочется откликнуться, да, что это действительно ценные вещи, и в работе психолога и терапевта, это действительно то, что, ну, в том числе, вот это использование общих координат, точнее, умение находиться, давайте так скажем, да, в общих координатах, и переключаться между, например, психообразованием, то есть, это когда я приношу свои координаты, и находиться в режиме вот соединенности с клиентом, и нахождение в его координатах, это действительно та практика, которая в коучинговой модальности развивается очень-очень, круто и сильно, ну, по ряду причин, да, что, во-первых, это умение работать в, ну, удержание позиций, с одной стороны, вот это, прямую позицию, с другой стороны, умение использовать навыки активного слушания, включая открытые вопросы, это то, что вы психологи, терапевты вроде как куча делают, но на этом нет акцента большого, то есть даже сократический диалог все равно для нас является инструментом подведения человека к какому-то результату. Мы, особенно на ранних стадиях развития, мы не очень-то умеем делать настоящий такой сократический диалог в духе совместного самоисследования, все равно очень часто это вот направляемое в подведение человека как-то выводов. А коучинг, наоборот, нацелен на то, чтобы нарабатывать именно этот навык открытого поиска, причем поиска актов и реально открытого, когда у меня только гипотезы есть, я их даже могу не поскорить. И, в общем, да, вот это то, что развивается достаточно хорошо и позволяет более осознанно переключаться между модальностями или между режимами. И вот здесь я как раз хочу ответить на вопрос кратко, правда, очень, да, как на практике варьировать, создавать новый контракт. Здесь, там вот Екатерина Техова написала, я на него хочу ответить не подробно, но немножечко в общем, что там есть две вещи, которые у нас возникают для вот этого варьирования. Это, во-первых, маркеры, то есть в какой момент я принимаю решение о том, что это возможно сделать. Или в какой момент мы актер принимаем решение, что это возможно сделать. А второе, на самом деле мы принимаем решение совместного. А второе, это как конкретно сделать, то есть какова методика перехода из одной модальности в другую. И это разные вещи, то есть маркеры и тотик, это выполняющие вещи. И я могу говорить о, например, о своей работе, да, я профессиональный поуч, я не занимаюсь психотерапией, поэтому если мы встречаем состояние клиента, когда ему требуется терапия, то я говорю об этом клиенту, вношу это на уровень, ну, актеру, да, на уровень классовки. И актер сам принимает решение о том, чтобы пойти в терапевтическую работу и найти себе психологию и психотерапевту. Примеров в практике, ну, просто, ну, прям масса. Ну, то есть я не могу сказать, что это у третьих клиентов бывает, но процентов по 20 точно. Из свежих примеров могу просто в практике привести человек, ну, относительно последнего года, чтобы сохранить конфиденциальность, ну, ничего, никаких не раскроет обстоятельств. Человек, значит, испытывает необъяснимую такую робость, неготовность высказываться по отношению к руководителям более высокого шоуа. То есть, где угодно, с кем угодно, он может обосноваться на позицию, добиваться важной для себя целей, бороться за какие-то вещи, да, внутри корпоративного мира. А если это руководитель более высокого эшелона, там возникают некие проблемы. И работая над этим в коучинговом модальности, выясняется, что эта же проблема существует еще в нескольких сферах жизни человека вплоть до ИПД-шинга, которые являются людьми, обреченными властью. И вот ровно это становится тем моментом, не когда я не слушал что-то актер в ходе самостоятельного исследования своих ресурсов и препятствий изменений, обнаруживает, что эта проблема является более объемлющей. И вообще говоря, до этого момента актер мог себе этого не представлять. Он разделял эти моменты. И вот он видит, что у этих проблем есть общий корень. И он видит его в конкретной семейной ситуации из прошлого. Вот здесь не будут говорить, что конкретно, что не возникало этого момента. В общем, человек видит, что это имеет корни велосипедной ситуации. Все, в этот момент сам актер понимает. Я не смогу этого сделать, пока я не разберусь с этим. И вот это важнейший момент. И я, как эксперт, говорю, слушай, я вижу у тебя здесь все проблемы в детстве. я способствую самоисследованию актера, в котором, причем именно в контексте достижения результата, но достижения целевого состояния, в котором актер приходит понимать, блин, у меня здесь вот такая штука, которая мне мешает, я могу только с психологом. И актер идет к психологу, причем, возможно, работа параллельно с психологой и коучем, но как лучше любого консилиума, как психиатр, да, психотерапевт, например, лучше, если это будет каким-то образом обсуждаться, в общем, делать это более-менее аккуратно. Это вот один из примеров, такое бывает сплошь и рядом, переход из терапевтической модальности в коучинговую тоже бывает у коллег, кто занимается и тем, и тем, и мы об этом обязательно будем говорить, то есть мы на базовом курсе будем говорить и о маркерах, которые в практике возникают, потому что на самом деле полноценной теории этого еще не существует, у нас здесь впереди большое пространство для исследований по счастью, и поговорим о тех методиках, которые работают и почему они работают с учетом по университетным методикам. Вот, так что все это у нас будет. Еще один вопрос, да. Да, нужна ли психотерапия коучинговая направленность? София, ну вот мы об этом говорили, да, возможно, вы были и целиком на эфире, мы обязательно его сохраним в записи, поэтому смотрите, может быть, там будет ответ на ваш вопрос, что, ну, конечно, нет, не обязательно, но мы говорим не о модальности, то есть не может быть модальности в психотерапии, психотерапия это сама по себе модальность и коучинг это сама по себе модальность, но есть еще два режима разных, режим концептуализации дисфункции и режим ориентирован на позитивные изменения, и вот как в традиционной психотерапии, так и в когнитивной терапии ориентированной на восстановление, в новой версии присутствуют оба режима, и даже в традиционной когнитивной психотерапии режим ориентирован на позитивные изменения периодически меня приключает. И как Елена только что тоже сказала, осваивая коучинговую модальность, вы осваиваете не только навык конкретно, но еще и осознанность по отношению к этим режимам. И вы можете гораздо более активно применять режим ориентированного позитивного изменения в модальности традиционной психотерапии. И это же поможет вам легче перейти к освоению модальности когнитивной терапии, ориентированной на восстановление. Именно поэтому мы стали проводить даже не то, что различие, а просто две разных вещи. Потому что модальность — это область деятельности плюс методология, плюс некий учебно- учебно-методический комплекс. То есть терапия и коучинг — это область деятельности вместе со всей структурой освоения этой области деятельности в практике. То есть тины, интервизии, супервизии — это все части модальности, это все части этого комплекса. А режимы — это режим в смысле «бэка». Это некие конгломераты мои личные, психические, когнитивно-поведенческие, активно-мотивационные. Это то, как я устроен внутри. И вот именно это, кроме вас, никто не изменит. Это ваше мнение. И вот вся вот эта вот область терапии и коучинга, она с режимами перпендикулярна. Это то, как устроен социум по отношению к терапии и коучингу, который мы осваиваем в социальном обучении, в практике. А режимы — это то, как вы сформировали. И вот эта осознанность, это изучение, это освоение, с моей точки зрения, является суперважным и тем, что подтолкнет вас к гораздо более эффективной практике как специалиста, как помогающего терапевта или психолога, как и коучинга. Вот, наверное, вот на этом мы задерживаемся. Потихоньку можно уже переходить к завершению. Да, то есть если какие-то есть вопросы, то их еще можно там написать, да. Алексей, большое спасибо за приглашение. Прямо я получила большое удовольствие и много полезного. Спасибо. Спасибо вам, что откликнулись. Мне тоже кажется, что очень интересный разговор. И, в общем, к этой симфонии, к этому холистическому зданию, да, не знаю, входящему это слово, к этой системе, которая не просто объединяет, да, но дает ясность относительно разных модальностей, режимов и так далее. Мы движемся все вместе, потому что все равно у нас основа единая. Это объективно-поведенческий фундамент, который имеет, естественно, по-моему, и по-моему, мы тоже надстраиваем выращиваем на этом фундаменте, поэтому у нас впереди еще очень много интересного, поэтому, друзья, коллеги, пожалуйста, следите за нашими обновлениями, следите за курсами, приходите к нам на семинары и на курсы, и следите за прямыми эфирами. Если у вас возникают какие-то вопросы, которые вы хотели бы задать, пишите в директ ассоциации, коллеги, я надеюсь, там информацию передадут, для того, чтобы мы могли делать эфиры более важными и ценными для вас. Вот на этом я, наверное, хочу закончить и поблагодарить всех, включая Елену. Спасибо большое. Еще раз спасибо. До новых встреч, как говорит, очная, наверное, в мае будет. Да, обязательно. Да-да-да. Спасибо, кстати, что напомнили. Еще раз, друзья, CBT-форум состоится в конце мая. Пожалуйста, приезжайте в Петербург, там мы с вами сможем пообщаться. Большая тема форума – это стресс. Там будут большие спикеры с Запада или представители из Кубека. Ваш покорный слуга там как раз будет рассказывать о коучинге для стрессовых состояний. То есть вот как раз вот эти вопросы границы, как работает терапия, как работает коучинг, что там с режимами в контексте одного типа случая, связанных с стрессом, мы об этом обязательно говорим. Все, на этом заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. Спасибо всем, что были с нами сегодня и до новых встреч. До свидания. До свидания. Так.